Вот Михаилу Барышникову, Иосиф Бродский. Это случай исторический. Великий поэт и великий танцор. Об их дружбе там, на Западе, ходили слухи. И вот стихотворение, которое зафиксировало это чудо. Это стихотворение Бродского, посвященное Михаилу Барышникову. В этом стихотворении присутствует лексика Серебряного века. В этом шикарном стихотворении Бродского Хлебников мимолетом цитируется. Так вот, красиво, эскизно. Стало быть, первая цитата Велимир Хлебников. «Крылышко я золотописьмом тончайших жил, Кузнечик в кузов пузо уложил, Прибрежных много травы вверх, Пинь-пинь-пинь тарарахнул зензевер, О, лебедиева, о, озари». Правда, хорошо? Значит, «Крылышко я золотописьмом тончайших жил». А второе – это тоже звукопись, звукопись Хлебникова. «Бобы-оби» – пелись губы, «Вэ-оми» – пелись взоры, «Пи-э-о» – пелись брови, «Ли-э-эй» – пелся облик, «Гзи-гзи-гзео» – пелась цепь, Так на холсте каких-то соответствий Вне протяжения жило лицо. О! Правда, здорово? Классический балет Есть замок красоты, Где нежные жильцы От прозы дней суровой, Пеликующей ямой оркестровой Отделены из задорной мосты. В имперский мягкий плюш Мы втискиваем зад И, крылышку я скорописью ляжек, Красавица, с которую не ляжешь, Одним прыжком выпаркивает в сад, Мы видим силы зла В коричневом трико И ангела добра В невыразимой пачке И в силах пробудить От элизийской спячки Овация Чайковского «Ико». Классический балет, Искусство лучших дней, Когда шипел ваш грок И целовали в обе, И мчались лихачи, И пелось бобы обе, И ежели был враг, То он был маршал Ней, В зрачках городовых Жил теле купола, В каких рождались В тех и умирали гнездах, И если что-нибудь Взлетало в воздух, То был не мост, А Павлова была. Как славно в вечеру Вдали всея Руси Барышникова зреть, Талант его не стерся, Усилия ноги И судорога торса С вращением Вкруг собственной оси Рождают тот полет, Которого душа, Как в девках Заждалась, готовая Озлиться, А что насчет того, Где выйдет приземлиться, Земля везде тверда, Рекомендую США. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 1976 год. Самойлов и Бродский Эмигранты. Эмигранты не в географию, Эмигранты все-таки В поэзию, В речь, В слово. И Иосиф Бродский В Соединенных Штатах Давид Самойлович В Пярну, В залив. Самойлов. Первая книжка «Залив». Я сделал свой выбор, Я выбрал залив, Тревоги и беды От нас отдалив, А воды и небо Приблизив, Я сделал свой выбор, И вызов. Я сделал свой выбор, И стал я тяжел, И здесь я залег, Словно каменный мол, И слушаю голос залива В предчувствии Дивного дива. В 80-м году Мы с моей женой, Галочкой Аксеновой, Оказались в Таллине. Я ставил там спектакль В молодежном театре Вот в эстонской столице. Однажды мы вырвались в Тарту И познакомились с Юрием Михайловичем Лотманом. Это было посвящено памяти Высоцкого. Встреча с русской филологией Тартуского университета. А в Пярну на два дня Нас пригласил Дезик Самойлов. Что можно Вот в этом контексте Сказать об этой эмиграции? Во-первых, приземлившись, То есть выйдя из автобуса, Мы попали в узенькую улочку Города Пярну И спросили, где улица Томинга, Там, где происходил в это время Период жизни Самойлова. И мы поняли, что нам надо запастись Бутылкой коньяка. И подошли к первому попавшемуся Шалману. Ну, лавочка. Там, где разговаривали по-эстонски, И нам пришлось попросить по-русски, На что никакой реакции не было. Потом я обратился к галочке И сказал, Может быть, мы сможем позвонить Просто Дезику отсюда. На слово Дезик Очень не эстонское слово. Они среагировали? Это русский поэт Давид Самойлов И достали коньяк. Любовь народа, даже соседнего К великому поэту Тоже награда. Во всяком случае, Дезик оценил Наш рассказ. После эстонских друзей Самойлова Перейти к римским друзьям. Вот это знаменитое письмо К римскому другу Иосифа Бродского Оно вот в этой связи, В этом контексте Кажется оттеночно Очень приближается К вышесказанному. Сейчас все объяснится. Бродский из письма римскому другу Пусть и вправду постум Курица не птица, Но с куриными мозгами Хватишь горя, Если выпало в империи родиться, Лучше жить в глухой провинции У моря. И от Цезаря далеко, И от вьюги. Лебезить не нужно, Трусить, торопиться. Говоришь, что все наместники ворюги, Но ворюга мне милее, Чем кровопийца. Помнишь постум У наместника сестрица, Худощавая, но с полными ногами. Ты с ней спал еще, Недавно стала жрится. Жрится постум И общается с богами. Приезжай, попьем вина, Закусим хлебом Или сливами Расскажешь мне известия, Постелю тебе в саду Под чистым небом И скажу, Как называются созвездия. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Воспоминания такое. Итак, Был 94-й год, У меня был концерт в Чикаго, Потом в Миннеаполисе, Из Миннеаполиса мы должны были Переехать Обратно в Чикаго И дальше В Бостон, А потом в Москву Вернуться. Мы узнали От нашего хозяина, Нашего друга Андрюши Варпаховского, Что поезд Опаздывает на полсуток. И было сказано, Что, но зато Если ты остаешься, То ты пойдешь На вечер Барышникова, Потому что в Орфеусе, В главном зале Миннеаполиса, Сегодня выступает Барышникова. У нас билеты там 200 долларов, Но ты купишь за 50 Где-то там на балконе. Я сказал, фигушки, Я на Барышникова Ни копейки не потрачу. Но не об этом речь, А речь о том, Что у меня в руках Оказалась записка, В которой я писал по-русски Такие слова дерзкие. Миша, ты мне задолжал Один билет. Я тебя провел В 72-м году на Гамлета. Это правда. Барышников На служебном входе, На канале Грибоедова, Вахтеры Не пускали. Смоктуновского, Ольгу Бергольц. И мы их вытаскивали. Это жуть, что было. Таганка на гастролях. Мы играем Гамлета. И у меня даже есть контрамарка. И, стало быть, Заметил человека, Который, видимо, Ждал Высоцкого. Так и есть. Он сказал, Как говорится, Вот в богемном просторечии. Вень! Сказал он мне. Мы не знакомы. Вень! Володя Высоцкий обещал, А вот его нет, Я пропустил. Он должен был Получиться сажат. Сейчас меня Миша Барышников зовут. Я должен танцевать твою роль. Я его провел. Прошло 25 лет. Я написал эту записку. Варбаховский и его дочка Катя Сопровождают меня за кулисы. Как это называется? Backstage. То есть, тыльная сторона сцены. Самый страшный человек была Тетка-начайник. Такая большая. Американского происхождения. Телосложение. И вообще страх Божий. Она могла убить. Это было видно сразу. И я тогда ей даю записку И говорю на Валяпюке. Я говорю, You know, Я сейчас Kill you, Потому что Майкл Барышников, По-нашему, Миша, Просил меня Сказать To you About. Ну, Примерно так. В это время Андрюша увидел Возвращающегося Гения. И Миша повторил Тот же Прием Богемного Панибратства. Потому что, Проходя мимо нас, Она по стойке Смирно Застыла. Он, проходя, Говорит, Веня, А что ты здесь стоишь? Пойдем ко мне. Дальше Миша Наделил меня Билетом Восьмой ряд. Когда я Оказался За кулисами И благодарил Барышникова За гениальное, А он меня прерывал, За гениальное, А он меня прерывал, А я ему Пытаюсь, А он говорит, А ты Бродского читал? Посвящается Чехову. Оказывается, Ему только Дотанцевать, А дальше Только о Бродском. Вообще, Танец Это какое-то Приложение К любви К Бродскому. Короче, Эта необыкновенность Отношений Вот таким образом Высветилась Там за кулисами. И в конце концов Барышников сказал, Что не знать Стихотворение Посвящается Чехову Мне, артисту, Неприлично. Там все С намеком. У Чехова, Которого Придумал Бродский Все с намеком. И все важно. Даст Вот Посвящается Чехову. Закат, Покидая Веранду, Задерживается На самоваре, Но чай остыл Или выпит В блюдце С вареньем Муха, И тяжелый Шиньон Очень к лицу Варваре Андреевне В профиль Особенно Крахмальная Блузка Глухо Застегнута У подбородка В кресле С погасшей Трубкой Вяльцев Шуршит Газетой С речью Недоброво У Варваре Таком в кабинете Пригожин сдаёт, как ест всем животом на столике, спросить, что ли, доктора о небольшом прыще, но стоит ли? Душные летние сумерки, близорукое время дня, пора, когда всякое целое теряет свою десятую. Вас, коломянковый парень, можно принять за статую в дальнем конце аллеи, Пётр Ильич, меня смущается дельно Эрлих, протирая платком пенсне. Однако, близкое в сумерках сходится в чём-то с далью, и Эрлих пытается вспомнить, сколько раз он имел Наталью Фёдоровну во сне. Но любит ли Вяльцева доктора? Деревья со всех сторон липнут к распахнутым окнам усадьбы, как девки к парню. У них и следует спрашивать, у ихних ворон и крон, у вяза, проникшего в частности к Варваре Андреевне в спальню. Он единственный видит хозяйку в одних чулках. Снаружи Дуня зовёт купаться в вечернем озере, вскочить, опрокинув столик. Но трудно, когда в руках все козыри. И хор цикадно растает по мере того, как число звёзд в саду увеличивается и кажется ихним голосом. А что, если в самом деле куда меня занесло, думает Эрлих, возясь в дощатом сортире с поясом на станции 30 верст, где-то петух поёт. Студент, распахнув ту журку, упрекает министров в косности. В провинции тоже никто никому не даёт, как в космосе. Давид Самойлов в театре на Таганке производил незабываемые впечатления. Когда готовили спектакль «Павшие живые», когда мы слушали тексты поэтов, ушедших, живых. Это невероятно. Вот это невероятно, как какой-то великий солист музыкальнейший. А он читал, перебирая наши даты, и вот это абсолютно классическое стихотворение. Сороковые, роковые, военные и фронтовые, Где извещения похоронные и перестуки эшелонные, Гудят накатанные рельсы, просторно, холодно, высоко, И погорельцы, погорельцы качуют с запада к востоку. А это я на полустанке, в своей замурзанной ушанке, Где звёздочка не уставная, а вырезанная из банки. Да, это ж я на белом свете, худой, весёлый и задорный, И у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный, И я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, И пайку надвое ломаю, и всё на свете понимаю, Как это было, как совпало, война, беда, мечта и юность, И это всё в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, Война гуляет по России, а мы такие молодые. АПЛОДИСМЕНТЫ Давид Самоилов. Круг любви распался вдруг, День какой-то полупьяный, У рябины окаянной покраснели кисти рук. Не маши мне, не маши, окаянная рябина, Мне на свете всё едино, Коль распался круг души. Иосиф Бродский. Это тоже расчёт из прошлого, И удивительно, как горечь воспоминания Обретает, так сказать, сладость речи. И это не важно, Что это посвящено МБ, И совсем не важно, Что вокруг этого говорят литературоведы или историки. Совсем другой подход здесь. Стихи позволяют любить их и сквозь них узнавать личность. Есть другой способ, Замочная скважина, Или слухи, сплетни, И много тоже любителей и этого способа Обожать русскую поэзию. Нет. Это я к тому, что МБ посвящено много, Как вы знаете, лирических произведений. Но здесь всё ясно и без подробностей. Ясно, весело и грустно. Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером, Подышать свежим воздухом, Веющим с океана. Закат догорал на галёрке китайским веером, И туча клубилась, Как крышка концертного фортепиано. Четверть века назад Ты питала пристрастие к люля и к финикам, Рисовала тушью в блокноте, Немного пела, Развлекалась со мной, А потом сошлась с инженером-химиком, И, судя по письмам, чудовищно поглупела. Теперь тебя видят в церквях, В провинции и в метрополии, На панихидах по общим друзьям, Идущих теперь сплошною чередой. И я рад, что на свете есть расстояния Более немыслимые, Чем между тобой и мною. Не пойми меня дурно С твоим голосом, телом, именем. Ничего уже больше не связано, Никто их не уничтожил, Но забыть одну жизнь Человеку нужна, как минимум, Еще одна жизнь. И я эту долю прожил. Повезло и тебе, Где еще, кроме разве что фотографии, Ты пребудешь всегда без морщин, Молода, весела, глумлива, Ибо время, столкнувшись с памятью, Узнает о своем бесправии. Я курю в темноте И вдыхаю гнилье отлива. Оба поэта Оба поэта Вопрекисты. Божий дар Позволяет преодолевать Катастрофы жизни Через юмор. Ну даже вот Есть фразы Бродского там Снег идет, Оставляя весь мир в меньшинстве. Склока следствия с причиной Прекращается с кончиной. Или вереница бутылок Выглядит как Нью-Йорк. Даст. И вот теперь Ближе к абсурду. В данном случае Этот юмор Давида Самойлова В его элегии Очень ранний. Но Я не знаю, что такое ранний и поздний поэт. Они рождаются сразу И навсегда. Так кажется. А что если вдруг Постучат в мои двери И скажут Прочтите Но только учтите Читайте не то, что давно нам известно А то, что не скучно И что интересно А что вам известно? Что Нивы красивы Что люди счастливы Любовь завершается браком И свет торжествует над мраком Садитесь Прочту вам роман с эпилогом Валяйте Садятся в молчании строгом И слушают Он расстается с невестой Соседка довольна Отрывок прелестный Невеста не ждет его Он погибает И зло торжествует Соседка зевает Сосед заявляет Что так не бывает Нарушены, дескать, моральные нормы И полный разрыв содержания и формы Постойте, постойте Но вы же просили Просили И просьба останется в силе Но вы же поэт К моему удивлению Вы не понимаете Сути явлений По сути Любовь завершается браком А свет торжествует над браком Сапожник подметкин Из полуподвала Положим пропойца Но этого мало Для литературы И в роли героя Должны вы его Излечить от запоя И сделать счастливым Супругом Глафиры Лифтершей Сорок четвертой квартиры На улице осень И окна И в каждом окошке Жильцы и жилицы Старухи И дети И кошки Сапожник подметкин Играет с утра На гармошке Глафира Выносит очистки Картошки А может и впрямь Лучше было бы в мире Когда бы Сапожник Женился на этой Глафире А может быть Правда Задача поэта Упорно доказывать Это Что любовь Завершается браком А свет Торжествует Над мраком АПЛОДИСМЕНТЫ И Бродский Как будто отвечает Раннему Самойлову Абсурдом На абсурд Это Замечательная Просто блестка Такая Семенов Посвящается Владимиру Уфлинду Того Уфлинда Которого Бродский Пронес Через всю жизнь Как Своего Не только друга Но даже учителя Его увы Уже нет на свете Владимира Уфлинда Остроумнейшего Печальнейшего Замечательнейшего И поэта И друга Был случай Когда Я похвастался Ему в Питере Что я Выучил Стихотворение Ему посвященное Вот Он сказал Это ерунда Есть другое Еще лучше Ну это просто Скромность Такая Это очень важное Стихотворение Понимает его Только очень умные Поэтому я вам И читаю Не было Ни Иванова Ни Сидорова Ни Петрова Был только Зеленый лук И на нем Корова Вдали по рельсам Бежала цепочка Стальных вагонов И в одном из них Ехал в отпуск На юг Семенов Время шло Все равно Время наверное Шло бы Не будь Ни коровы Ни луга Ни зелени Ни утробы И если бы Иванов Петров И Сидоров Были И Семенов Бы ехал мимо В автомобиле Задумаешься Над этим И встретишься С взглядом С лугом Вздрогнешь Отвернешься Скорее всего С испугом Ежели неподвижность Действительно Мать движения Почему у них Разные выражения И не столько лица Но что всего важнее Тело Сходство у них Только в том Что им нет предела Пока существует Семенов Покуда он Дальний отпрыск Времени Существует настолько Что едет в отпуск Покуда поезд Мычит Вагон Зеленеет Зелень Коровую бредит Покуда Время идет А Семенов едет Все Ну вот И наконец Любимейшее Всеми присутствующими И неприсутствующими Это Несколько Сонетов Посвященных Марии Стюарт В 48-м году Когда Иосифу было 8 лет Он Как и все Мы Рожденные В 40-м Был влюблен В Зару Леандр Этот фильм Знаменитый Кто постарше Помнит Трофейный фильм Дорога на Эшафот Мария Стюарт Была Пышнотелой Что на Бродского На всю жизнь Правильно Повлияло И это Вспоминается Здесь тоже Ну такой Обучательный Процесс Вот В молодые годы Это только Это тоже Как бы ответ Давиду Самойлову Юмором На юмор А впрочем Причем тут юмор Дело в Шиллере Борис Леонидович Пастернак Сказал, что Товарищи Так нельзя читать стихи Поэтому я буду читать Их по-бродскому Монотонно Мари Шотландцы Все-таки скоты В каком колене Клетчатого клана Предвиделось Что двинешься С экрана И оживишь Как статуя Сады И Люксембургский В частности Сюды Забрел я Как-то после Ресторана Взглянуть глазами Старого барана На новые ворота И в пруды Где встретил вас И в силу Этой встречи И так как Все былое ожило В отжившем сердце В старое жерло Вложив заряд Классической Картечи Я трачу Что осталось Русской речи На ваш Энфаз И матовые плечи Земной свой путь Пройдя до середины Я, заявившись В Люксембургский сад Смотрю на затвердевшие седины Мыслителей Письменников И взад Вперед Гуляют дамы Господины Жандарм Синеет В зелени Усат Фонтан Мурлычет Дети Голосят И обратиться Некому Седина И ты Мари Не покладая рук Стоишь В гирлянде Каменных Подруг Французских Королев Во время Оно Безмолвно С воробьем На голове Сад Выглядит Как помесь Пантеона Со знаменитой Завтрак На траве Число Твоих Любовников Мари Превысило Собою Цифру Три Четыре Десять Двадцать Двадцать Пять Нет для короны Большего урона Чем с кем-нибудь Случайно Переспать Вот почему Обречена Корона Республика Жи Может устоять Как некая Античная Колонна И с этой Точки зрения Ни на пять Не сдвинете Шотландского Барона Твоим Шотландцам Было не понять Чем койка Отличается От трона В своем столетии Белая ворона Для современников Была ты Париж Не изменился Пляс Довож По-прежнему Скажу тебе Квадратно Река Не потекла Еще обратно Бульвар Распай По-прежнему Пригош Из нового Концерты Забесплатно И башня Чтоб почувствовать Ты Вож Есть многие С кем Свидиться Приятно Но первым Прокричавший Как живешь В Париже Ночью В ресторане Шик Подобной фразы Праздник Носоглотки И входит Покричавший Не ты Не ты И вы Смешавшиеся Вью Не чьи-то Симпатичные Чернила Не то Что за печатями Семью Елизавета Англию Любила сильнее Чем ты Шотландию Свою Заметим В скобках Так оно и было Не песня Та Что пела Соловью Испанскому Ты В камере Уныло Они тебе Затеялись Свинью За то Чему не Видели Конца В те времена За красоту Лица Пером Простым Неправда Что мятежным Я пел Про встречу В некоем Саду С той Кто меня В сорок Восьмом Году С экрана Обучала Чувствам Нежным Предоставляю Вашему суду А. Был ли он Учеником Прилежным Б. Новую Для русского Среду С. Слабость К окончаниям Подежным В Непале Есть столица Кэтман Ду Случайно Являясь Неизбежным Приносит Пользу Всякому Труду Ведя Ту жизнь Которую Веду Я благодарен Бывшим Белоснежным Листам Бумаги Свернутым В дуду А. 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 И в заключении Этой части Нашей встречи Давид Самойлов Я смело скажу Можно посвятить это От Давида Самойлова Иосифу Александровичу Бродскому И на меня не обидится ни тот, ни другой Шуберт Франц Не сочиняет Как поется Так поет Он себя не подчиняет Он себя не продает Не кричит о нем газета И молчит о нем печать Жалко Шуберту Что это тоже может огорчать Знает Франц Что он кургузый И развязности лишен И, наверное, рядом с музой Он немножечко смешон Жаль, что дорог каждый талер Жаль, что дома не уют Впрочем, это все детали Жаль, что песен не поют Но печали неуместны И тоска не для него Был бы голос Ну а песни Запоются Ничего АПЛОДИСМЕНТЫ Хочется мирного мира И счастливого счастья Чтобы ничто не томило Чтобы грустилось Нечасто Хочется синего неба И зеленого леса Белого-белого снега Яркого-желтого лета Хочется, чтобы отвечало Все своему назначению Чтобы начиналось сначала Вовремя шло к завершению Хочется шуток и смеха Где-нибудь в шумном скопище Хочется и успеха Но на хорошем поприще АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»